В Наукоград народный артист России привез программу «Я заставлю вас смеяться». И данное зрителю обещание Владимир Винокур с легкостью сдержал. Дружный смех и рукоплескание порой сопровождали даже не каждый номер, каждую фразу великого юмориста. И хотя в интервью перед концертом Владимир Натанович признался, что пишут для него авторы, а он лишь иногда подает им идею, артист явно преуменьшил свое остроумие. А тут меня интервью берут в комсомольской правде. Вот, и я отвечаю, мне говорят, почему вы отказались идти к губернаторам в Курскую губернию? Я говорю, потому что я человек масштабный, я привык веселить всю Россию, а не одну губернию. Юмористические монологи, пародии на популярных артистов, двухчасовая программа смотрелась на одном дыхании, неизменно вызывая смех в зале. И только один номер стал исключением. Его знаменитый артист посвятил памяти своего друга Михаила Евдокимова. Наш земляк по-доброму завидовал музыкальному образованию Владимира Винокура. Всегда жалел, что сам не может исполнять арии. А в этот день мистер Икс звучал со сцены для него. Да я шут, я царкач, так что же, пусть меня так зовут, мельбожий, Поклони от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Я один из тех, кто рьяно его уговаривал не идти в губернатора, вообще заниматься своим делом. Жалею, что не уговорил. Великий артист на сцене, преданный друг и любящий семьянин вне ее. За время 10-минутного интервью он успел рассказать про свое творчество и про близких людей. Про то, как до сих пор забегает на завтрак своей 93-летней маме. Так как вам удается избегать всякой желтой прессы? Почему вы никогда ни в каких скандалах не засвечиваетесь? Как вы, вот, вы действительно такой правильный человек? Дело в том, что я не стремлюсь, ведь сегодня тенденция такая, что, вот, говорит, желтая пресса. А вы не подумали о том, что многие мои коллеги специально это делают? Специально делают такую ситуацию скандальную, специально шумят для того, чтобы не исчезать с таблоидов, то есть не уходить с экрана. Мне это не нужно, повторяю. Ни мне, ни Льву Валерьяновичу Лещенко, который тоже особо не скандалит нигде. Несмотря на свои 67, мастодонт эстрады с легкостью подхватывает все новое. А вот и социальные сети ему отнюдь не чужды. В Инстаграме есть, и ватсап у меня есть. А так, я в Фейсбуке, меня нет, и я как бы отсутствую. Что такое? В Инстаграме я хотя бы общаюсь с друзьями, поздравляю их с какими-то юбилеями. Мне раскручиваться не надо, надо закручиваться. А вот здесь с мэтром юмора вряд ли кто согласится. Пиар ему действительно не нужен, но и закручиваться уж точно не время. На тонкий, интеллигентный, хороший юмор спрос будет всегда. И полный зал тому подтверждение. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.